Разных иконостасов, то есть иконы, которые висят здесь на стенах, большинство из них, это не самостоятельные иконы, которые разрабатываются как отдельные иконы. Это части иконостасов, части праздничного ряда, части Диисусов. Сегодня мы это с вами подробно посмотрим. Но пока, смотрите, любуютесь, вот вам иконостасные иконы по версии 14-го века. Очень маленькая и совсем небольшая. И обратите внимание, что фонд здесь у Николая Чудатрова 17-й. И вот любопытно то, что древнеруская иконопись, вот если брать ее в 13-й, 14-й, часто тогда использовали белый фон. Белый фон очень выгодно смотрится в темном помещении. Вот тогда еще, в 14-м веке, помещения были довольно темные. Не было промышленным образом производимого оконного стекла. В гостях делали окошки с леды. Кстати, у вас в соседнем зале есть окно из леды, я вам его покажу. И вы посмотрите через него и поймете, что через дно света особенно немного таки проходят. Поэтому храмы были довольно темные. Кстати, стены делали довольно толстые. Вот сейчас стена в храме, как правило, не шибко толстая. Современные технологии позволяют делать стены тонкие. Поэтому через окна проходит довольно много света. А вот еще в 14-м веке, в 15-м веке, мастера, когда строили храмы, я имею в виду каменный, кирпичный, делали толстые стены. То есть толщина стены в метр считалась нормальной толщиной. Даже для маленького храма. Отпусковичи, когда строили свои храмы, они часто делали толщину стенными метрами. Представьте себе метровая стена. Толстая, узкая, маленькая, но не стекло, а слюда. И, конечно, храме темно. И вот как раз белый фон для иконы очень выгодно рассмотреться, потому что он дает вам саму силуэт. И вот такую икону мы с вами даже практически в полной темноте сразу различимы поймем, кто это выражал, кто выражал и выражал это в принципе. Такая интересная вещь. И, кстати, видите, у него здесь на фоне такой интересный орнамент из каких-то вот таких вот разноцветных линей. Всех заговарно. Что это такое? Это не просто орнамент. Подобного рода орнаменты я видел в Великом Новгороде на фресках сохранившихся. Новгород был городом богатым. И вот в двенадцатом, в двенадцатом, в четырнадцатом, в трапки торгоров все имели много денег и строили много храмов. И многие из этих храмов сохранились. И там часто в нижней яме снизу, ну, когда находишь по храму, вот где-то к плечу, можно увидеть подобного рода разноцветные линии. Что это за линия? Многоподобного рода линии придумали рисовать грехи в своих храмах снизу, ну, по плечу. Но грехи пытались рисовать именно мрамор. Ну, есть такая традиция была. Когда они делали мозаичное образство храма, то есть мозаику украшали храм, они нижнюю часть украшали мрамором и заполировывали мрамором. Это было удобно, потому что мозаика она царапается, и, ну, если мозаику сделать до пола, то люди будут царапаться. А этот мрамор, он был скользкий, и люди могли ходить, облогачиваться на стены, и ничего страшного, для них, конечно, не происходило. Это было удобно и красиво. И вот, соответственно, в седьмом веке византийцы начали использовать и в просписях тоже, знаете, такую попытку смоделировать мрамор. Но им было это сделать легко, потому что мы были образцы мрамора, они могли сельцового, состоящего живого мрамора. Фреска делали практически точную любовь у мрамора на стене. Ну, это хорошо удалось. А у наших мастеров не было образцов мрамора, ну, от кусков гавня. А, может быть, если и были, то их было не так много. Поэтому у наших мастеров поступали проще. То есть у наших мастеров этот мрамор выглядело скорее больше как орданин. Такой, знаете, сознательный мини-зигзаго-брамор. И он был удобен в мрамор, потому что ты ходил и терся не от святых напросов от этого мрамора. Ну, ничего страшного. А дальше уже с уровня головы шли фрески со святыми. И вот на этой иконе я вижу как раз подобного рода мазьевку, похожую вот на такой мрамор, который в той эпоху как раз мастера часто заморожали по фрескам различных храмов. Ну, можно подумать, что мастер, который это написал, вероятно где-то принимал участие в росписи, и ему понравилась какая-то роспись вот с таким типом мрамором. Сложно сказать, но однозначно вот для 14 века эта икона довольно-таки аргументальная. То есть в 14 веке писали иконы достаточно простые, то есть старались изображать много металл. А когда я могу показывать век уже 16-е, эпоху розового, вы увидите, насколько детальные иконы стали потом. То есть с каждым веком все усложнялось. Иконосации становились все больше и больше, что появлялись новые иконосации. Мы старались писать все больше новыми деталями. То есть тенденция развития иконы, она глобально происходила вот от более простого, чего-то более сложного. Ну что, посмотрим еще одну икону 14 века, собрать эстраду. Я вам по ней тоже кое-что расскажу. Первый.